Итак, вторая часть практической задачки. Непосредственно нам теперь нужно посмотреть на то, что будет, собственно, предметом вашей контрольной работы, текущей контрольной работы, то есть та практическая часть, которую нужно будет сделать именно вам. Как уже говорил, вам будет предоставлена возможность использовать некоторый шаблон для вашей задачи. Значит, размещен он на GitHub, ссылку я скину. Соответственно, вам нужно будет скачать этот файлик на AeroPractice 1.ipnb и загрузить его, например, в коллаб, с которым вы уже хорошо знакомы, либо в ваш локальный юпитер-лаб сервер. Значит, что здесь в этом лабораторном, в этом практическом занятии? Значит, здесь вы будете с помощью библиотеки PyTorch строить модель распознавания изображений на основе готовых моделей. То есть, как правило, предобученные модели, которые есть в PyTorch готовые, они позволяют вам решать какую-то классическую задачку, там распознавание кошечек-собачек. То есть, исключительно в рамках тех классов, которые есть в той базе данных, на основе данных изображений, на которых эти модели были обучены. Там их тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, но тем не менее они не покрывают миллионы возможных вариантов объектов, которые существуют в этом мире. Поэтому напрямую такие модели можно использовать только для каких-то простых задачек, вроде там построения демок на каких-нибудь конференциях, где вам нужно людей распознавать, например. Ну, то есть, персон, посредственно выделять видеокадры. Но если вам нужна какая-то более-менее практическая задачка, например, особенно на производстве, то, как правило, вам нужно эти модели дообучать. И есть два основных приема. Первый – это полное переобучение, когда вы строите огромный-огромный датасет, там стоящие сотен тысяч изображений нужного вам класса, и прогоняете эти изображения, размечаете их там либо руками, либо автоматически, либо полуавтоматически, и прогоняете на них обучение в вашей модели. Тем самым перенастраиваете абсолютно все рисовые коэффициенты, все эти десятки слоев, которые есть в нейронной сети. Это все очень долго, дорого. Дорого, начиная даже с того, чтобы просто собрать такой датасет. Есть второй подход. Это transfer learning, который позволяет вам брать исходную вашу модель, предобученную, которая есть в библиотеке, использовать ее как фича экстрактора или генератор признаков. Как помните, нейронная сеть – это каждый слой, он генерирует, преобразовывает ваше изображение, превращает его в полезную информацию. От конкретного изображения идет к абстрактному представлению пространства признаков. На выходе у него строится выходной классификатор, который из этих признаков пытается понять, что же перед ним находится. Так вот, для того, чтобы вам распознавать какие-то классы новые, которых не было в исходной выборке, вам даже не обязательно переобучать всю сеть. Вы можете просто выходной слой заменить на ваш классификатор, который научится из этих признаков определять, что перед ним находится, в соответствии с вашими требованиями. Соответственно, в данной лабораторной работе мы попробуем, ну не в лабораторном практическом занятии, мы попробуем такую модель для нашей шуточной задачки применить. То есть построить ее, обучить, посмотреть какие-то метрики. Значит, мы будем рассматривать пять типов нейронных сетей, пять моделей. Это модель AlexNet, которая такая исторически одна из первых. Это модель ResNet, Residual, то есть его отличие от AlexNet. Если AlexNet – это классическая сверточная нейронная сеть, где несколько слоев свертки и выходной классификатор, то ResNet, например, к этому типу модели добавляет еще параллельные связи между слоями. Например, с второго слоя, вход второго слоя, например, пробрасывается в третий слой и так далее. То есть некоторые такие обходные еще пути. ДенсNet, которая строится не на основе свертки, а на основе классических нейронов. Значит, MobileNet – это специализированная сеть для быстрых вычислений, то есть ее точность не очень высокая, но ее специально оптимизировали для ускоренных вычислений. То есть она имеет на порядок меньший объем параметров устраиваемых и, соответственно, на порядок быстрее работает. И третье – это, пятое, это так популярное сейчас направление, называется трансформеры. Это особый вид нейронных сетей, которые строят, по сути, используют, пытаются искать взаимосвязи. То есть они строятся, называется у них механизм оценки влияния. По сути, они пытаются использовать эти корреляции, корреляционного анализа, в данном случае для анализа изображения. То есть пытаются искать связи. Если свертка ищет связи близлежащие между пикселями, по сути, это фильтрация, то трансформеры, они могут искать связи уже между любыми пикселями изображения. Это такое тоже некоторое эволюционное развитие нейронных сетей. Возможно, мы еще по ним поговорим отдельно. Но сейчас вам нужно понять, что их отличие от классических сверточных сетей в том, что они позволяют искать связи на большом расстоянии в изображении. То есть не на соседних пикселях, а, например, между разными частями изображения. Вот такие пять моделей мы с вами будем рассматривать для нашего практического занятия. Соответственно, в PyTorch есть как сами модели, то есть описание вычисленного графа, так и конкретные весовые коэффициенты, которые были получены в процессе обучения на готовых датасетах. Датасеты, которые обычно используются в всяких соревнованиях. То есть открытые, еще и доступные. Соответственно, в первой части в этом блоке здесь просто происходит загрузка этих моделей из сети. Можете посмотреть, что каждая такая модель весит десятки и сотни мегабайт, что, в принципе, не является еще очень большими моделями. За счет того, что, например, у вас там десятки или сотни миллионов весовых коэффициентов, каждый из которых по 4 байта, соответственно, вы получаете десятки и сотни мегабайт. Вот видно, что, например, MobileNet сеть очень маленькая, и поэтому у нее очень маленький размер. Значит, следующее, на что стоит обратить внимание, на систему утизимации, да, вы будете проводить ваше вычисление на двух видах окружения, да, окружение, связанное с обычным процессором, да, CPU, и вычисление на графических ускорителях. Значит, Collab, который вам хорошо знаком, да, позволяет вам использовать не только CPU в виртуальной среде, да, но еще и позволяет, например, запрашивать Google в использовании среды исполнения, в которой будет доступен вам GPU. Соответственно, происходит это через пункт меню, да, где вы можете нажать сменить среду исполнения. Здесь в списке выбрать, но это CPU, только обычный процессор, да, там у вас, посмотрим сейчас параметры, да, так и с GPU. Есть еще третий уровень, это TPU, но в нашем случае он бесполезен, он полезен в том случае, если вы, например, будете использовать фреймворк TensorFlow, значит, у Google есть специализированные устройства, это TPU, они их называют, TensorFlow Processing Unit, да, специально оптимизированные для вычислений тензеров, ну, в частности, оно заточено под их фреймворк TensorFlow. Вот, они, получается, проще устроены, они дешевле в производстве, соответственно, с точки зрения, например, оборудования, ориентации на TPU, да, где только целочисленные, например, операции, они позволяют вам, например, сэкономить, да, но сейчас, конечно, TPU вы нигде не купите, потому что это американский продукт, но, тем не менее, Google, как производитель коллаба, позволяет вам еще и работать, играться с вот этими TPU. Значит, соответственно, нам TPU сам по себе не интересен, да, нам будет интересен CPU и GPU. В данном случае у нас сейчас пока на GPU. Так, да. Соответственно, вы просто меняете, да, нажимаете сохранить. Ну, я не буду делать, потому что у меня уже стоит GPU. Особенность еще окружения GPU, да, что, скорее всего, аккаунт у вас будет бесплатный, соответственно, там могут возникать проблемы с доступностью GPU, особенно если вы будете очень активно его использовать. То есть там, по сути, вы используете те GPU, которые в настоящий момент никому не нужны, да, они свободны. И в любой момент вас могут оборвать, сказать, что все, GPU у вас больше нет. Поэтому такая особенность есть. Ну, тут не нужно расстраиваться, нужно просто перезапускать, да, вашу задачу. Соответственно, в Torch, в PyTorch есть возможность определить, доступен вам GPU или нет. Это делается специальным методом, да, и, соответственно, можно построить простую ОИК, которая позволит вам абстрагировать создание вашего графа от того, где конкретно он будет располагаться. То есть в данном случае мы используем простую переменную, которая хранит в себе текущее устройство, да, которое мы определяем в зависимости от того, есть GPU или нет. Если оно есть, то, соответственно, мы ставим GPU, если нет, то ставим CPU. Вот, аналогичным образом можно посчитать и свойства CPU, да, то есть какой у вас процессор доступен, да, то есть, ну, в данном случае тут просто вводится диагностическая информация, да, о том, что же у вас будет доступно. И после этого, например, если у нас есть GPU, то мы, соответственно, все модели выгружаем в GPU, то есть говорим, что нам нужно работать только с графическим процессором, да. Либо, если у нас нет графического процессора, мы работаем на обычном процессоре. Вот таким образом можно абстрагироваться от того, на каком устройстве вы запускаете, да, то есть для каждой модели мы ее, по сути, преобразовываем к тому устройству, которое у нас есть, да, либо CPU, либо GPU. Тут просто вводится некоторая информация, да, то есть что у вас стоит за процессор, да, то есть когда вы будете всякие бенчмарки строить, там вам надо будет построить график, как быстро работать разные модели, да, нужно всегда, чтобы ваши модели работали на одном и том же железе, да, ну, в данном случае у вас вот, можно посмотреть, какой процессор, да, то есть Google вам предоставляет в этой среде, у него два ядра, ну, два потока, да, по сути, два виртуальных ядра, да, по 2 ГГц каждая, плюс графический ускоритель. Вот. Вот. И он, соответственно, один. Соответственно, может быть несколько их, да, но в вашем случае он будет один. Значит, дальше в следующей ячейке у вас будет стандартный код. Здесь собраны основные операции, которые вы будете использовать в вашем практическом занятии. Первая операция – это задача классификации, то есть, по сути, вычисление результата работы вашей модели. Результат – это, по сути, по набору изображений, да, в которых дата с этим будет передаваться. Вам нужно будет нарисовать, во-первых, то, к какому классу относится это изображение, какой его настоящий класс, да, какой класс, который назначила нейронная сеть, чтобы сравнить правильно, неправильно она работает. Вот, в принципе, и все, да. В этом задача этой функции, ну, детально погружаться в нее не будем, тут классические методы, функции, которые есть в библиотеке Matplotlib для рисования графиков. То есть, мы используем сетку с мини-графиками, да, и в каждом таком графике выводим изображение. Плюс в заголовке задаем, какие актуальны, какой настоящий класс у этого изображения, и какой изображение, и какой класс назначен был нейронной сетью, если модель задана. Следующая задачка, ну, следующая функция, да, это функция, ну, в нашем случае стоит отдельно сказать, да, что вот эти модели, прежде чем к той функции приходить, да, сказать, что вот эти модели, которые мы здесь используем, да, они заточены под определенный тип изображения, да, размер, тип данных, какой-то уровень освещенности. То есть, есть определенная стадия, должна быть определенная стадия припроцессинга, да, что если вы берете любое изображение, вы сначала должны его привести к нужному формату. Ну, в первую очередь здесь это масштабирование, да, то есть, если у вас изображение, например, 1000 пикселей в длину, вы должны его промасштабировать, по сути, ждать, сжать до того размера, который использовался в модели. Там практически во всех моделях это изображение 200 на 200 пикселей, там 224, 223, 227 на 227 пикселей. То есть, это квадратное изображение, где всего пара сотен пикселей. Соответственно, любое изображение необходимо преобразовать к такому маленькому изображению, ну, обычному масштабированию. Соответственно, каждая такая модель, она, помимо самой модели, весовых коэффициентов, она еще имеет и специальную функцию transform, стандартно, да, уже настроенную, которая позволяет вам входное изображение преобразовать к нужному вам формату. Дальше, используя эту функцию, вы можете дальше преобразовать входное изображение к нужному вам формату, да, то есть, по сути, промасштабировать его, да. И дальше нам потребуется для отрисовки, да, сделать обратное преобразование для того, чтобы, например, отрисовать, как нейронная сеть видит входное изображение. Ну, в данном случае все модели, они, по сути, усредняют некоторый фон, да, то есть, пытаются выровнять освещенность и промасштабировать, да, значения, от значений, например, цветовой палитры, то есть, от 0 до 255, промасштабировать в диапазоне, там, от 0 до 1. Соответственно, для этого при трансформации пикселей изображения преобразуются, ну, вычисляется, по сути, их средняя, да, и разброс. И дальше, исходя из них, производится масштабирование. Соответственно, обратное масштабирование, обратное преобразование, да, это сделать все наоборот, прибавить медиану, да, и умножить на коэффициент масштабирования. Значит, также мы с вами в первой части обсудили про функцию подгрузки, да, то есть, лоудеры, да. Соответственно, тоже в PyTorch необходимо подгрузку данных, ну, удобно использовать, как некоторый датасет, специальный класс, с которым PyTorch уже имеет работу. Соответственно, в нашем случае наш датасет будет представлен специальным файлом, в котором будут храниться ссылки на входные изображения. Эти изображения, да, и тот класс, которому они принадлежат. Значит, выглядеть это будет примерно вот таким образом, то есть, у вас есть две колонки, ну, специальный формат CSV, где колонки, по сути, табличка, да, как в Excel, только колонки отделены не визуально, да, а с помощью точки запятой. Соответственно, у вас есть две колонки, колонка с классом изображения, да, и со ссылкой на это изображение. Значит, здесь у меня для примера приведен некоторый датасет, где тут разные объекты перечислены, да, и к ним, соответственно, ссылка на их изображение. Значит, соответственно, такой датасет, да, он, соответственно, на вход принимает этот файл, имя этого файла, подгружает его, принимает то, каким устройством мы будем работать, с GPU или CPU, и нужно ли нам какие-то преобразования делать. Ну, вот, соответственно, при инициализации он сохраняет, как трансформировать, да, считывает этот CSV-файл, набор текста, да, и из него извлекает набор классов, то есть сколько классов здесь есть, да, и каждому классу назначает необходимый индекс, чтобы привести там какой-то кошечек-собачек, привести там к цифре, к числу конкретно, там 1, 2, 3, 4 и так далее. Значит, после этого, после этого, собственно, все, да, это то, что на этапе инициализации, и затем по мере, например, подтягивания данных, да, запроса данных со стороны PyTorch, этот класс, он подгружает эти картинки из интернета, трансформирует их и назначает им класс. Вот такой простой класс, который позволяет вам, например, не хранить все изображения на диске, а скачивать их на лету. То есть сюда теоретически могут быть миллионы изображений вставлены, и что, собственно, не порвет вашу оперативную память, да, в попытке загрузить всех их разом. Причем будет по мере необходимости их подгружать. Отдельно, конечно, тут не рассматриваем вопрос выгрузки этих изображений, но это уже остается заканом. То есть чисто для примера показано, да, как можно на лету, например, с таким дата-сетом работать, без необходимости, например, загружать их в память. Следующая функция – это функция уже обучения, то есть когда вы передаете модель, передаете этот объект, дата-лоудер, да, на основе дата-сета, который будет вам подсовывать данные, передаете, в каком устройстве вы будете производить обучение, критерии, алгоритм оптимизации, значит, алгоритм выбора скорости обучения, да, и количество эпох, то, что мы с вами обсуждали, да, сколько раз на одних и тех же данных повторить процедуру. Значит, что здесь тоже? Тут много, на самом деле, кода, да, в нем, но смысл его достаточно простой, мы просто пробегаемся по эпохам, в каждой эпохе мы пробегаемся по всем элементам, которые есть в нашем дата-сете, дальше в зависимости от того, хотим ли мы обучать или просто проверить нашу модель, мы, соответственно, пробегаемся по каждому изображению, зная заранее, какой у него лейбл. Если мы обучаемся, то, соответственно, ну, всегда мы делаем, опять-таки, преобразовываем это к какому-то устройству, да, либо CPU, либо GPU, сбрасываем градиенты, дальше в зависимости от того, обучаемся мы или нет, мы либо вычисляем выходы, вычисляем градиенты, и после этого производим оптимизацию, да, то есть, опять-таки, все вот эти операции, такие как вычисление выходов вашей модели, то есть, классов, да, которые на изображении, на вашем, то есть, input – это изображение, да, выход – это к какому классу оно относится, вычисление критерии, да, это все одна строчка, то есть, вспомните, сколько было строчек у нас в адаптивном управлении, да, при том, что модели там были примитивными, и здесь мы имеем, ну, очень сложную модель, да, которая там буквально в пять строчек производится алгоритм ее настройки. Вот, дальше происходит вычисление ошибки, соответственно, у нас есть две выборки, выборка, по-моему, про это мы уже говорили, да, что есть выборка как на этапе обучения, так и на этапе валидации вашей модели, да, чтобы не было переобучения. Вот, таким образом, здесь это происходит вычисление, да, и дальше накопление, да, этих результатов, чтобы потом можно было их визуализировать. Вот, в принципе, все, здесь больше ничего не происходит. Вот с помощью таких нескольких функций, да, вам нужно будет выполнить ваше практическое занятие. Здесь для примера, значит, приводится, опять же, файл с набором, с вашим датасетом, да, который вам нужно будет самим подобрать. Приводится пример, как, например, классификация происходит с помощью тех функций, да, то есть мы выбираем, какую модель мы хотим взять, выбираем функцию преобразования исходных изображений, создаем датасет, да, и дальше, например, можем распечатать, сколько у нас в нашей модели параметров, как наша модель называется. Вот видите, да, что в свинтрансформере у нас, по сути, 28 миллионов параметров, по сути, 28 миллионов коэффициентов. Сравните там с тремя-четыремя параметрами, которые были в адаптивном управлении. То есть сложность таких моделей, она огромна. При этом мы описывали эту модель буквально в несколько строчек, что как раз является преимуществом использования фреймворков. Вот. Дальше мы, например, можем использовать функцию Classify, которая нарисует нам выбранное изображение. Значит, что она, по сути, рисует, да, она рисует класс реальный, который есть в нашем изображении, то, что мы задали в нашем файле. Затем она считает, сколько времени было потрачено на классификацию. Значит, в данном случае я использовал GPU, окружение с GPU, да, поэтому у меня достаточно быстро картинка классифицировалась, да, всего за 17 миллисекунд. То есть можно порядка 50 таких картинок в секунду классифицировать. Это уже, считайте, в два раза быстрее, чем нужно для процессинга в реальном времени какого-то видеопотока с 24 кадрами в секунду. Вот. И что в реальности выдала наша модель, да. Но в данном случае она выдала Tabby, это полосатый код. То есть вот эту картинку конкретно она смогла распознать, да. То же самое здесь. Persian Cat, да, то есть персидский код, в принципе, тоже похож. Правда, уже уверенность, то есть тут процентами указана уверенность, да. То есть у нейронной сети есть набор классов выходных. И уверенность в данном случае – это то, сколько приходится на данный конкретный класс, да. То есть какой вклад в выходе конкретного класса. То есть в данном случае он берет наибольший класс, который имеет наибольший выход. И на фоне остальных классов, да, всего 36%. То есть остальные 64% уходят на другие классы, которых там тысячи в данной модели. То же самое здесь, опять-таки, код полосатый, да. Снова код. Вот Pembroke – это, соответственно, порода собачья, да. То есть, по крайней мере, узнал, что это собака. Тоже здесь ретривер, да, то есть, по сути, лабрадор, да. То есть он понял, что это собака, и еще и породу смог угадать. Вот, но дальше, да, как только мы берем более специфические какие-то предметы, здесь уже совсем сложно, да. То есть в данном случае у нас, ну, по сути, как можно по-разному это назвать, да, да, по сути, здесь происходит некоторая ковка, да, с помощью молотка. Какой-то детали, да, какого-то там электрода или еще чего-то. Вот, а по факту модель нам распознает, что это некоторый парфюм, то есть духи. Да, ну, совершенно неправильно. То же самое здесь, да, то есть тут какая-то резка металла, аппарат для резки металла, да. А по факту, ну, панец, я не знаю, что это, но это точно не резко. Это какой-то молот там или еще что-то, да, то есть это совершенно не то. То же самое здесь, да, шлифовка деталей, а он говорит, что это фильтр. Фильтр, масляный фильтр, да. То есть визуально можно, конечно, пофантазировать, почему он решил, что масляный фильтр, да, но по факту неправильно. То же самое вместо корпуса авто, да, он считает, что это гоночный автомобиль. Ну, и так далее, да, то есть тут и там, грубо говоря, вместо поля, да, он предполагает, что это монитор. Ну, потому что взята картинка с фона рабочего стола, да, и так далее. Вот неплохо распознает, например, автомобиль. Вместо автомобиля распознал как рюкзак, да, хорошо распознает комбайны. Видимо, в той обучающей выборке стандартные были комбайны, поэтому в разных комбинациях, с разных сторон комбайны он смог распознавать даже в таких вот экзотических. Вот неплохо распознает животных, хотя тоже иногда ошибается, да, то есть думает, что сувениры, а на самом деле какая-то ерунда, что-то совершенно непонятное. Всякие бывают странные изображения, да, там человек поймет, что это автомобиль, да, здесь понимает, что это пикап. Ну, в принципе, похоже, да. В других моделях совсем какие-то, какая-то ерунда возникает. И, значит, иногда, ну, соответственно, там, если какие-то очень специфические, да, вещи там, например, какие-то известные личности, то никогда в жизни модель распознать этого не сможет, да. То есть она распознает шлем, да, но не понимает, кто конкретно в этом шлеме находится, например. То есть тоже такие вот тонкости не распознает. То есть, ну, и, соответственно, промышленные объекты тоже практически никогда не может распознавать, да. То есть вместо печки, дуговой электропечи он распознает как сверлильный аппарат, да, либо вместо подшипников распознает как бинокль. Или, соответственно, вместо коробки передач он распознает электрический фен. Ну, то есть так или иначе, чем сложнее у вас объект, тем более он специфический, тем меньше шансов, что стандартная модель со стандартными коэффициентами поможет вам решить вашу задачу. Значит, что можно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию, да, и именно этим вам нужно будет заняться в практическом задании. Значит, вы будете переобучать вашу нейронную сеть для того, чтобы на вашем датасете, который вы сами подберете, исключить ошибки, да. То есть, по сути, улучшить качество работы модели. Значит, для этого вам нужно будет заготовить свой собственный датасет. Значит, тут тоже я пример некоторый привел, да. Ну, в моем случае такая немножко шуточная задачка, да, что мы строим робота, который должен там ползать по полю, да, и смотреть на мусор, который валяется на нем. Там или по пляжу где-то ползать, искать мусор на улице. Соответственно, его задача распознавать, какой мусор перед ним. Например, собирать тот мусор, там, не знаю, смятые бутылки из-под воды, собирать в один контейнер, смятые бутылки там из-под Coca-Cola в другой, да, как алюминиевые банки. Соответственно, для того, чтобы переобучить модель для распознавания таких объектов, да, нам нужно будет подготовить, в первую очередь, датасет. Ну, вот, они тут представлены двумя CSV-файлами, которые, соответственно, здесь вот визуализируются, да. То есть, пока без всякого переобучения, мы просто взяли модель стандартную, предобученную, посмотрели, что получится, да. Ну, видим, что неплохо распознается пустая бутылка, то есть она как распознается, как бутылка из-под воды. Ну, практически, да, она распознается. Ну, если она, конечно, такая, не помятая, да. Но если она помятая, то уже может, например, предположить, да, что это крышка, просто крышка, да, либо вообще какая-то пластиковая коробка. То есть, так или иначе, ошибки могут возникать. Вот, ну, гораздо хуже, например, с банкой из-под Кока-Кола, да. То есть здесь уже, ну, иногда бутылка, да, иногда вообще что-то странное, да, что-то смятое, собаку вот тут он увидел. То есть в ряде случаев вообще выдается совершенно не то, что мы ожидаем увидеть. Вот, именно для этого мы, соответственно, применим подход, связанный с переобучением выходного классификатора, чтобы не строить, не переобучать всю нейронную сеть, да, мы будем использовать только выходной классификатор, который будет использовать стандартный набор слоев для получения признаков изображения, да, то есть там помним трансформации, всякие цветовые преобразования, для того, чтобы эту информацию затем использовать для правильного выбора класса. Так, ну, к сожалению, у меня среда исполнения, видите, отключилась. Значит, что, ну, вот, соответственно, вот эта модель, да, мы можем просто распечатать, что из себя представляет эта модель. Есть огромное количество слоев, сотни миллионов параметров, переобучать все это очень долго, вот, поэтому нас будет интересовать только последний слой, да, слой, который непосредственно отвечает за классификацию. Ну, в данном случае в этой модели он называется Head, то есть голова, да, вашей модели, который состоит из линейного классификатора, то есть это линейный слой, по сути, где вы вектор входной этих признаков, их 768 в данной модели, да, перемножаете на линейные коэффициенты, да, и после этого ставите специальный слой, который масштабирует их от нуля до единицы, да, выхода, чтобы сумма всех выходов была равна единице, да, в этом случае вы получаете, по сути, вероятность для каждого класса. И вот здесь в данной модели стандартно, да, у вас тысяча классов. Значит, в нашем случае будет два класса на выходе, да, но точно так же сумма выходов этого слоя будет равна единице, да, то есть мы, по сути, будем говорить, что это либо бутылка, либо банка из-под колы, да, либо пустая бутылка пластиковая. Соответственно, в зависимости от класса, да, будет разная вероятность, степень уверенности в том, что уже мы перед собой видим. Значит, что мы будем, ну, опять же, про это сказали, да, что у нас тысяча выходов нашей стандартной модели, да, и 768 фичей, которые мы будем анализировать для того, чтобы определить, к какому классу относится наша модель. Значит, для начала, чтобы показать вообще, что это возможно, да, вот есть простой способ, это попытаться вот эти вот 768 фичей для ваших классов нарисовать. Соответственно, двумя цветами, да, красным-синим нарисовать, например, в двухмерном пространстве, то есть какую-то проекцию этого 768-мерного пространства нарисовать его в двухмерном пространстве и показать, как фичи разных классов объектов размещены в этом пространстве. Если вам повезет, и ваши объекты сильно отличаются, например, как банк из-под колы, смятая, не смятая, и, например, бутылка с пустой воды, они достаточно сильно отличаются, да, там нет никаких разночтений, то, как правило, вы увидите картину, что у вас объекты одного класса сосредоточены в одном облаке точек, да, а объекты другого класса сосредоточены в другом облаке. Вот примерно такую картину, да, то есть в данном случае у нас бутылки-то красные, а синие – это банки из-под колы. Вот в этом пространстве фичей, да, они собраны в виде двух облаков. Соответственно, даже визуально можно понять, что если вот провести здесь какую-то прямую между ними, да, классификатор, то можно сказать, что все, кто слева – это бутылки, а все, кто справа – это банки из-под колы. Например, примерно так и работает модель. Сетевая, да, она создает много фичей, 768 фичей, да, в которых она использует там обычную линейную гиперповерхность, которая отделяет один класс от другого. Гораздо сложнее ситуация, когда у вас много классов, да, у вас там уже не просто прямая, да, у вас там какие-то сложные сектора получаются. Вот, но тем не менее, тоже идея та же самая. Соответственно, чтобы проверить, возможно ли вообще переобучение, да, вот самый простой способ – это спроецировать ваше пространство признаков на вашей обучающей выборке на двухмерную плоскость, да, и разными цветами разукрасить. Собственно, здесь вот это и происходит, да, то есть тут вот немного кода, да, который позволяет вам такой процесс произвести. Ну, мы используем метод принципиальных компонент, это такой классический метод, который пытается найти гиперповерхность пространства, признаков, которая наибольшим образом аппроксимирует все точки, да, и затем спроецировать все точки на эту поверхность. Вот, таким образом мы как бы получаем редуцированное пространство внутри этой поверхности. Немного похоже на то, что в методе Акара было, да, то есть только здесь уже не с помощью управления, а просто простым линейным проецированием. И вместо там сложных нелинейных функций, да, обычной линейной функции, то есть такая редукция пространства происходит. Вот, что позволяет вам, например, визуально нарисовать. Вот, можно, конечно, и в одномерной плоскости попробовать, да, то есть на одну координату, например, спроецировать, ну, на двух гораздо нагляднее, да, плюс более сложные конфигурации можно описывать. Соответственно, проверив, да, мы видим, что действительно можно разделить, даже в двухмерном пространстве, не говоря уже многомерном пространстве. Вот, раз это понятно, да, можно дальше уже переходить непосредственно к донастройке модели. Для этого, ну, в данном случае просто остается полная копия вашей модели, которая выше была подгружена, да, и для каждой из них первое, что нам нужно, нам нужно сказать, что мы хотим только выходной слой переобучить. То есть нам нужно две операции сделать. Первая – сказать модели, что мы не будем обучать большую часть параметров, да, то есть мы начальные слои нашей нейронной сети хотим оставить неизменными, чтобы не тратить на это время, да. И второе – нам нужно будет заменить выходной слой, сказать, что на выходном слое вот давай-ка переобучай. Вот, поэтому первое, что мы делаем, Мы просто по всем параметрам модели, которая у нас была выбрана, мы говорим, что нам не нужно считать градиент. Соответственно, градиент всегда будет равен нулю, и коэффициенты меняться при обучении не будут. Далее нам нужно будет получить параметры выходного слоя. Мы проверили, что выходной слой – это линейное преобразование матрицы на вектор, где у нас вектор имеется 168, координат, а ширина матрицы, ее высота 168, ширина 1000. На выходе, соответственно, будем иметь 1000 фичей. Соответственно, мы сохраняем, сколько у нас будет фичей на входе, и дальше используем это для того, чтобы построить новый слой. То есть мы заменяем выходной слой стандартной нейронной сети, предобученной на наш слой, используя простой набор функций PyTorch, готовых уже. То есть мы не будем каждый нейрон описывать, мы просто возьмем целый слой линейный, специальную функцию опишем, закажем, сколько там будет входов, сколько выходов. В данном случае у нас два выхода, два класса, больше нам ничего не интересно. И, соответственно, зададим еще выходной слой для вычисления вероятности. Softmax – это специальная функция, которая гарантирует, гарантирует, что сумма всех выходов вашей нейронной сети равна единице. Соответственно, пропорционально будут уменьшены каждый из выходов, и вы можете говорить, что вот выход у вас – это некоторая вероятность, нуля до одного, а сумма всех вероятностей будет равна единице. Таким образом, получить простую модель, где будет помимо класса описываться еще и то, насколько нейронная сеть уверена в том, что она прогнозировала. Соответственно, после замены можем опять-таки распечатать структуру нашей модели и увидеть, что у нас теперь на выходе всего два класса, и есть вот этот специализированный слой Softmax, который будет выдавать нам вероятности. Параметры, значит, количество параметров, помните, там было 250 миллионов. В данном случае, так как у нас два выхода, то у нас будет всего матрица 768 на 2, то есть всего 1500 параметров нашей нейронной сети, что достаточно немного по сравнению с сотнями миллионов. Соответственно, дальше нам нужно будет подготовить для обучения дата-лоудер на основе наших обучающих выборки, наших тета-сетов с указанием параметров, например, насколько частей разбить и насколько параллельно нужно это делать. Ну, в данном случае есть небольшой баг у PyTorch, когда вы работаете с GPU, он не поддерживает работу из нескольких процессоров, то есть с несколькими процессорами. Поэтому для того, чтобы у вас ничего не поломалось, вам нужно использовать на GPU всего один поток при обучении вашей модели. Это такая особенность, которая где-то там мелким шрифтом прописана, когда вы с ней сталкиваетесь, начинаете понимать, что вот здесь еще он пока не доработан. Соответственно, для обучения мы создаем, ну, определяем, на каком устройстве будет это происходить, да, определяем тип функции, вычисление ошибки, да, насколько наша модель ошибается. Задаем алгоритм оптимизации, в данном случае это, ну, практически градиентный спуск, да, только с случайными, то есть с некоторым таким дребезжанием. И, соответственно, задаем еще шаг уменьшения коэффициента, коэффициенты скорости обучения, да, то есть на каждые пять эпох мы будем в два раза уменьшать эту скорость обучения, да, то есть мы сначала с большой скоростью найдем какой-то локальный минимум, потом уменьшим скорость, начнем колебаться уже в нем, находить еще более локальный, то есть постепенное уточнение, в зависимости от количества шагов. Ну, и здесь просто вывод некоторой информации по ходу работы. Значит, само обучение тоже запускается с помощью функции, которую мы в самом начале рассмотрели, вот, и в процессе обучения вам будут печататься эпохи, да, то есть каждая эпоха – это пройтись по всем изображениям. Значит, у нас будет две выборки, одна обучающая, другая для валидации, соответственно, для каждой из них вычисляется как функция потерь, так и точность. Значит, функция потерь – это, по сути, отличие, ну, по сути, сумма по всем изображениям, да, той метрики, которую мы выбрали выше, а точность – это сколько реально изображений было правильно распознано, да, по сравнению с общим количеством изображений. Вот видно, что на первой эпохе у нас еще пока модель недостаточно точная, да, то есть есть ошибки, но затем они выходят, по сути, на 100%, то есть правильно распознают классы, но при этом функция потерь, видите, постепенно уменьшается, тем самым у вас увеличивается уверенность модели в том, что класс распознан правильным образом. Тут много нюансов, связанных с тем, как, например, вычислять ту или иную метрику, да, и что будет являться функцией оптимизации. Но это пока оставляем за кадром, кому интересно, смогут в этом разбираться. Соответственно, на выходе вызова этой функции у вас есть, во-первых, результат обучения, да, во-вторых, есть переменный процесс, который содержит в себе, по сути, от эпохи к эпохе, как менялись параметры, да, которые можно вывести на графике. Вот видно, что, видите, постепенно в процессе оптимизации функция ошибки, то есть уверенность в сети растет, да, и выходит некоторое насыщение, после которого дальше смысла оптимизировать уже нет, да, то есть либо снижать дальше скорость обучения, да, либо считать, что 0,35 – это хорошо. Ну, то есть 0,35 – получается, что уверенность в каждом результате будет не менее 65%, да, то есть 0,35 – 35%, да, и, соответственно, вот в среднем у вас будет 35% уверенность на ваших изображениях, на ваших выборках. Значит, эвалюция считается как для выборки для обучения, которое мы выбрали, так и для выборки для проверки результата, да, чтобы избежать переобучения. Видим, что, несмотря на то, что здесь мы уже вышли некоторое насыщение, да, то есть здесь пока еще есть какой-то спуск, пусть не очень хороший, да, но тем не менее пока еще есть куда двигаться дальше. Вот, но при этом, да, по точности даже там, если у вас 55% уверенности, да, то вы вроде как уже правильно распознаете объект. Ну, вот на первом же шаре, на первой же эпохе мы уже все изображения распознаем правильно, да, а дальше просто идет улучшение уверенности нашей, да, то есть повышение процента, с которым мы даем ответ. Вот, ну и, соответственно, в конце тут можно распечатать результат, да, то есть видно, что все правильно было распознано, да, то есть какой класс мы задали, такой класс мы и получили на выходе. То есть все правильно распознается, как по банкам из-под колы, так и по фотографиям бутылок, да, при этом вот 75%, 72, 75 где-то, да, то есть приемлемая уверенность, да, у сети тоже повышение. Ну, вопрос приемлемости, конечно, что считать приемлемым. Вот, ну, где-то вот 71 есть, да, где-то, наверное, и 60 есть, вот 68 есть. То есть в среднем где-то дает вот 35% уверенности для класса, да, то есть потому что есть класс правильный, да, у которого 70, есть класс неправильный, у которого там 28, например, да, в среднем получается где-то 35. Вот такая вот практическая задачка, да, то есть что надо будет сделать вам, да, вам нужно будет в первую очередь подобрать датасет для вашего, для вашего задания. То есть у меня в данном случае была здесь бутылка из-под колы и бутылка из-под, банка из-под колы и бутылка из-под воды, да. В вашем случае у вас будут даны два класса объектов, вы по этим классам объектов должны будете подобрать для себя обучающую рубрику, то есть там, ну, буквально откройте там Google или Яндекс, да, и вобьете название класса и будете, соответственно, выбирать какой-то набор изображений. На счете изображения вы складываете файлики CSV-шные, значит, ну, можно использовать, как у меня здесь сделано, да, тут используются особенности Юпитер ноутбуков, да, где можно, по сути, файлы описывать в отдельной ячейке, да, задав ему название и перечислив его контент. Ну, в данном случае вы задаете класс, он у вас тут будет один из двух, да, и дальше ссылки на изображение. Я использовал GitHub, потому что это более-менее устойчивое расположение файлов, значит, вам надо будет тоже подумать, где это разместить, либо в каком-то своем GitHub, либо на каком-то хостинге, потому что, ну, опыт показал, что если вы используете, например, ссылки прямые из Яндекса, да, то они, бывает, исчезают со временем, да, и у вас, грубо говоря, там, к моменту сдачи диплома, например, какое-то изображение может стать недоступным, вам придется бежать в интернет, снова что-то на замену искать, тут разбираться, какие есть, каких нет, поэтому стоит подумать о том, где эти файлы разместить, то есть, либо как я на GitHub'е, по-своем где-нибудь разместить, либо на каком-то другом хостинге, подумайте, как лучше это сделать. В крайнем случае, понятно, оставить в Яндексе, да, но быть готовым к тому, что в любой момент они могут отвалиться, когда вы будете, например, готовить отчет. Значит, это первая часть, да, вам нужно будет подготовить датасет, подобрать в нем не менее 50 изображений. Ну, у меня здесь 30, в принципе, 50, не намного больше, соответственно, вам нужно будет таких 50 изображений подобрать. Делается буквально за полчаса. Значит, дальше, второе, вам нужно будет взять модели, пять, которые здесь определены, да, в первой ячейке, и для них без переобучения прогнать на вашем датасете, да, сравнить с тем, что вы использовали, да, ну, то есть, какие классы вы назначили, какие классы выдала вам модель без переобучения. Ну, вот аналогичный результат тому, что у вас вот здесь рисовано, да, где мы без переобучения смотрели. Вам надо будет посчитать, насколько модель точна, да, то есть, сколько правильных, сколько неправильных, сколько всего, и посчитать разные метрики. Кроме того, вам нужно будет для CPU и для GPU, для каждой модели оценить среднее время детектирования. В данном случае, например, мы так примерно говорим, что от 15 до 21 миллисекунды, то есть примерно 50 изображений в секунду. Вот вам нужно будет по каждой модели из пяти посчитать, какие времена на CPU, какие времена на GPU. У вас должно получиться примерно два графика, где у вас там по одной координате название модели, по второй координате у вас будет либо время детектирования среднее, либо сколько изображений в секунду она способна детектировать. Вот, и то, что такие графики, два графика, да, один для CPU, второй для GPU. Таким образом сделать выводы о том, какая модель быстрая, какая медленная, у какой хорошее качество распознавания, у какой плохое. То есть это будет второй пункт вашего задания, да, и третий пункт задания – это, значит, это у нас будет переобучение. То есть так же, как у меня, вы разбиваете на две части, 80% на обучение, 20% татасета на валидацию, загоняете и строите графики обучения. Ну, то есть, во-первых, добиваетесь выбором коэффициентов скорости обучения, добиваетесь того, чтобы у вас был процесс сходящийся, да, чтобы у вас тут происходил какой-то процесс обучения, да, чтобы в конечном итоге вы пришли к accuracy 1.0, да, то есть 100% правильного распознавания и к какому-то более-менее разумному значению потерь, например, как здесь. То есть, чтобы у вас не было такого, что, например, у вас в итоговых результатах распознавания у вас только какое-то все вот так вот трясется, да, то есть вам нужно научиться правильно подбирать скорость обучения, да, ну, как в адаптивном управлении. Слишком большой ставите, да, у вас получается разброс. То есть, да, слишком маленький, у вас еле-еле он ползет вниз, да, и обучение очень медленно идет. Вам нужно будет найти компромисс. После того, как вы его найдете, построите графики, да, как здесь это сделано, вы построите уже итоговый результат, да, где вот в такой табличке покажете, что, грубо говоря, у вас бутылка – это бутылка, да, там банка из-под колы – это банка из-под колы. Ну, в вашем случае это будут какие-то свои классы. И вот, собственно, это и будет результатом вашей работы. Значит, там дальше потом посмотрим. Либо у нас будут отдельные оценки за каждый пункт, да, там второй, третий, две оценки, итоговая оценка, в зависимости от них. Либо будет просто одна оценка за все. Это мы с вами еще обсудим. Значит, оставшуюся часть семестра вам нужно будет досмотреть там еще несколько лекций и дальше заниматься уже непосредственно практическим занятием. Я вас призываю делать это заранее, чтобы для вас не было никаких сюрпризов. Значит, можно будет со мной консультироваться. Значит, можете мне писать, когда вам необходима консультация. Можем созваниваться, можем переписываться в Telegram. То есть тут, в данном случае, я жду от вас вопросов, да, что вам непонятно. С моей стороны, соответственно, я вам выгружу по списку группы, да, кому какие классы объектов необходимо будет использовать в данное лабораторное, в данное практическое занятие. Так, ну вот на этом все. Значит, соответственно, буду ждать ваших вопросов. Продолжение следует...